Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мискик. Меня зовут Ирина и сегодня рубрика «Хозяйки на заметку». Сегодня я буду с вами делиться своими пустыми баночками в уходе за домом. Какое у меня сложилось мнение, что понравилось, что нет. Если вам нравится такая рубрика на моем канале, тогда, конечно, усаживайтесь поудобнее, дорогие мои хозяюшки, поехали смотреть, что я для вас приготовила. У меня на самом деле здесь собралась такая вот опять корзиночка и есть здесь средства, которые для меня новинка и есть уже старички, которыми я пользуюсь достаточно давно. Давайте буду по одной штучке доставать и с вами делиться мнением. А первое, что у меня закончилось, это бумажные полотенца от бренда «Зева». Я в миллион раз говорю о том, что я не могу без бумажных полотенец. Я вам тоже советую держать на кухне у себя бумажные полотенца на случай того, чтобы просто какие-то жирные пятна кофе просто быстро взять и затереть для того, чтобы наше кухонное полотенце не пачкать такими всякими разными неприятными инцидентами на кухне. Это как жир какой-то, либо кофе, чтобы наше полотенце потом не мучиться, не ацетировать. Так что бумажное полотенце у меня всегда должно быть на кухне и в ванной комнате, потому что у меня проблемная кожа лица и очень чувствительная, склонная к высыпаниям. Следующее, что у меня закончилось, это сейчас я все достану домашечки, мы сейчас все купим в упаковочке, а потом перейдем. У меня закончились вот такие вот перчатки от бренда «Сенситив» либо «Вилета». Что могу сказать, у меня в размере М сейчас это мои любимые перчатки, которые не являются бюджетными, но они рабочие. Покупала я их в магните, смело рекомендую вам тоже обратить свое внимание на них. Их хватает при регулярном использовании на неделе три, это точно, серьезно. В них удобно мыть посуду, в них удобно делать уборку, в них удобно мыть пол. И что не может не радовать, на самом деле они не одноразово, они действительно рабочие резиновые перчатки, которые внутри очень даже такие комфортные. Смело рекомендую вам вот такие вот перчатки. Мои, одни из любимых губок, которые у меня закончилась упаковка, бренд «Доминго». Мне очень нравятся сейчас данные губки. Они действительно стойкие, у них не отходит вот этот вот абразивный край, ну вот эта вот абразивная сторона, она не слазит, хорошо размаливает средства. Хорошие, достойные, удобные губки, которые мне очень нравятся. И цена у них тоже, в принципе, приемлемая, поэтому любой хозяюшке советую вот эти вот губки для мытья посуды от бренда «Доминго». Также мне нравится, по-моему, называется «Чистюля губки», очень хорошая. Закончилась купальная губка из целлюлоза. Что у нас здесь делать? Мы ребенку купили новую губку для мытья тельца, и я взяла ему в этот раз «Русалочка». Купальная губка из целлюлоза. Кстати, неплохая губка, хорошо размаливает средства и не травмирует детскую кожу. Тоненько, хорошие губки, присмотритесь тоже, мамочки. Закончилась наша любимая туалетная бумага от бренда «Аура Найс Ромашка». Как вы знаете, я ее очень давно пользуюсь, потому что, как бы, ну да, ребенку очень даже удобно ей пользоваться. В общем, она нам нравится, и мне нравится то, что здесь есть клапан. С клапаном вещи, салфетки, они намного удобнее и практичнее, и внутри содержимое долго не сохнет. А вот это именно действительно влажная туалетная бумага, не салфетка, а именно бумага. Так что, если вы в поисках, мамочка, если вы в поиске, чем заменить свои салфетки, ваш ребеночек уже не лялечка, а уже немножечко подрос, присмотритесь к такой влажной туалетной бумаге, очень классной. Кстати, вот такие вот влажные туалетные бумаги очень удобны тем людям, у кого есть очень чувствительная... Там очень чувствительная зона тоже, кстати. Присмотритесь, они гипоабергенные и мне очень они понравились. Итак, следующее, что у меня закончилось, это гель для стирки для черных и темных тканей. Бренд Ля Вера Блэй Гель. Могу сказать только одно, тут его целый литр, стоит 65 рублей. И средство, этот гель очень круто для стирки именно мужских носочков. Очень хорошо освежает, я еще раз говорю, стоит 65 рублей. И литра хватает на достаточно долго, хорошо отстирывает мужские носки. Именно я его беру именно для мужских носков. Хорошо отстирывает и освежает мужские носочки, хорошо пенится. Мне понравилось, так что я его постоянно сейчас беру. Тут еще, наверное, чуть-чуть осталось, но как бы уже на стирку не пойдет. Следующее средство для стирки от бренда Ласка, восстановление цвета. Вообще меня бренд Ласка разочаровал, если честно. Ничего он не отстирывает, ярче цвета не становятся. И знаете, вот такое впечатление, вот постиралось, постиралось, вот оно все там что-то в барабане побегало-побегало. И по итогу вы достаете вещи, да, действительно, кстати, пахнут вот этой вот одушкой, вот этого вот геля для стирки. Но по факту вещи не отстираны, ярче не становятся. И вы знаете, вот какая-то бесполезная трата денег. Вот я в какой раз беру, в какой раз я себя еще раз убеждаю в том, что средство бесполезное. Но почему-то я его иду и беру. Я не знаю зачем, больше точно брать не буду. И не могу советовать, потому что он не работает, не отстирывает. И вообще бесполезная трата денег. Следующее, что у меня тут, а, кстати, у меня еще закончилось пробник важной туалетной бумаги от ZEVA. Кстати, тоже понравилось, она мне попадалась в обычной туалетной бумаге. Хорошая именно туалетная бумага из ZEVA, надо будет пересмотреться по полной размерке. Тут пять штучек было, я пробовала на ребенке, кстати, ему понравилось. Очень мягонькая, тоже как туалетная бумага. Следующее, что у меня тут для стирки. Я влюбилась в новинку от бренда Вернель. Я вообще люблю кондиционеры для белья от бренда Вернель. Вот этот вот я просто влюбилась. Это какой-то, знаете, от рыбашки. Это какой-то вот нереально вкусный аромат. Но какой-то пахнет какой-то роскошью. Какой-то, знаете, ну не знаю, мне нравится вот этот вот. У меня здесь идет аромат гламура. И мне вот этой вот упаковки в 60 мл хватило на полтора месяца. С учетом того, что я инот полоску, я три раза в неделю стираю. Мега экономичное, хорошо концентрированное белье действительно пахнет. Оно мягкое, оно приятное. И оно мне понравилось. И сейчас у меня в ванной комнате стоит еще одна вот такая же. И я просто вот всей душой отдалась именно Вернелью. И вам советую его попробовать. Очень классная вещь. Следующий кондиционер, у меня тут его еще чуть-чуть есть. Но я вам его показываю, чтобы когда закончится, просто выбросить. Это от натурального производителя, от Fresh Bubble. Это растительный кондиционер для белья. Прованские травы. Здесь его полтора литра. Очень удобная упаковка, хорошая крышечка и сумасшедший приятный аромат. Знаете, вот я вот к таким продуктам всегда отношусь как-то очень так. Вот к натуральным продуктам, особенно в уходе за домом. Я, знаете, вот я же скептик дикий. И меня очень сложно переубедить. И чтобы я действительно полюбила какую-то продукцию. А вот тут, знаете, я им воспользовалась. И я поняла, что это нереальная какая-то вещь. Да, у него дикий расход для того, чтобы на машинку, допустим, на 6 килограммов белья, нужно две вот такие крышечки. И у меня он дико быстро расходуется. Но как пахнет потом белье. Оно, знаете, вот для аллергиков. Оно еле уловимый аромат приятный. Такой вот с лавандой, чего-то такого вот успокаивающего. А какое белье приятное. Ребят, я вот после вот этого кондиционера, как и после Вернель, я даже не отпариваю полотенце. Понимаете, они очень мягонькие. Я их просто сворачиваю. И некоторое белье я просто даже его не глажу. Потому что не нужно этого делать. Для хозяюша, которые не любят гладить белье, и вы очень аккуратно развешиваете белье, присмотритесь вот к этому кондиционеру. И кондиционер вот бренда Вернель. Вот этот вот меня просто покорил. Серьезно. Он стоит не бюджетно, вот именно по мне. Но он работает. Реально классный кондиционер. И не вызывает никакой аллергии. А что еще нужно? У него одни эфирные масла. Родниковая вода, кондиционер, естественно. Эфирное масло розмарина, лаванды. Тут прям, я не знаю, мне понравилось. Ребят, я смело рекомендую вам попробовать. Хотя, я всегда к этому, знаете, я очень большой скеппик. Следующее, что у меня закончилось, это Прил, средство для мытья посуды. О нем долго говорить не буду. Прил и Прил, он у меня постоянно, периодически заканчивается. Обычное средство для мытья посуды, которое неплохо пенится. И его хватает, в принципе, на неделе четыре, это точно. Мою в перчатках, поэтому, не знаю, вызывает сухость рук, либо нет. Следующее, что у меня закончилось, это Мистер Мускул. Чистота без разводов, с ароматом ягод. Слушайте, он у меня закончился очень быстро, за полтора месяца. Прям очень быстро, но он очень вкусно пах ягодками. Хорошо очищал, мне нравится, и можно как чистить стекла. Хорошо очищает стекла в ванной, все вот эти вот разводы мыльные. Хорошо снимает жирные пятна зеркалов. У меня ребенок любит очень трогать зеркала. Хорошо смывает и хорошо очистит стекла именно уличные. Хорошо, мне нравится Мистер Мускул, 5 с плюсом, мне очень нравится. Следующее средство, что у меня закончилось, гель для мытья посуды от бренда Fresh Bubble. Знаете, это был пробник, мне его давали, он такой желеподобный. Средство, которое вначале, когда я начала пробовать, я не поняла. Но могу сказать, он хорошо смывает с кружек чайный кофейный налет. Я им мыла жирную посуду, он тоже неплохо очищает, стаканы тоже хорошо моет. И я им мыла вытяжку. Не вытяжка, которая над газовой плитой, а именно вытяжки, которые в квартире, вот эти вот решеточки. На кухне он жирный вот эти вот налет на вот этой вытяжке отмыл на ура, просто классный. И я сейчас хочу купить полноразмерку вот этого средства для мытья посуды. Упаковка у пробника дико неудобная, мне всегда приходилось вытряхивать. Кожу рук я мыла им просто так, кожу рук он мне подсушивал, поэтому нужно мыть в перчатках. Но все целые гель для мытья посуды от бренда Fresh Bubble мне понравился. Следующий пробник, который у меня был от бренда Fresh Bubble, это гель для стирки цветного белья. Тут его 100 мл. Если честно, я его не поняла. Для меня это очень маленький объем, и я его не прочувствовала, поэтому я ничего о нем сказать не могу. Но он неплохо пах. Я могу вам сказать, у него приятная такая душка, и белье им пахло. Но я его не поняла. То ли он отстирал, то ли не он отстирал. Не сакцентировала. Внимание, следующее средство, это порошок от бренда Fresh Bubble, натуральный порошок, который подходит для детского белья и для чувствительной кожи. Я в своем сторис показывала, что я загрузила белье и закинула вот этот стиральный порошок. И я его закинула, наверное, чуть меньше, чем нужно было по норме на килограмм белья, и он слабо пенился. Что вы думаете? Не так давно я закинула опять очередную порцию белых вещей. И кинула чуть-чуть побольше, чем в предыдущий раз. И я обалдела от количества пены. Во-первых, было очень много пены. Во-вторых, он так круто отстирал белое белье. Вот эти вот детские белые носочки. Я сейчас как в рекламе буду говорить. Эти белые кухонные полотенца с пятнышками. Этот налет, знаете, вот на одежде, когда вот в белом вы ходите. И вот эта вот, знаете, вот серость, которая появляется в течение дня, когда вы в белые футболки ходите, и она такая становится пульно-серая. Отстирал все на ура. Я просто была в шоке. А вот с этим вот кондиционером в дуэте белье было белое, чистое, и еще и пахло приятно. И при всем при этом оно было очень мягкое. Я очень приятно удивлена продукцией вот именно Fresh Bubble. Если вы в поиске какого-то натурального порошка для белых вещей, для детских вещей, присмотритесь к бренду Fresh Bubble. Серьезно, девчонки, я не знаю, как это назвать. Это просто дикий восторг от этого порошка. Он идет у нас, вот этот порошок 1 килограмм на 40 стирок. И здесь его осталось уже половина, и я уже присматриваюсь к другим порошкам от этого бренда. Мне очень понравился данный порошок, поэтому вам дико его советую и рекомендую. Это все были пустые баночки в уходе за домом. Если вам понравилось данное видео, конечно же, поддержите пальчиком вверх. Не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Не забывайте подписаться на мой инстаграм, Eskik9970. Там я тоже всегда рада вас видеть. И, конечно же, делитесь своими любимыми продуктами в уходе за домом, чем вы пользуетесь. Любимый порошок советуйте, рекомендуйте. И я буду рада вообще почитать ваши комментарии. Пишите комментарии, нравится вам такая рубрика на моем канале. Вообще люблю, целую вас. Увидимся в скором будущем в новом видео. С вами была ваша Ирина. Всем пока-пока.